Спорт это победы и достижения. Округ гордится своими многочисленными успешными спортсменами и создает лучшие условия для тренировок. После реконструкции не так давно открыли по-настоящему исторический объект – стадион «Спартак» в Звенигороде. Сюда приезжали известные легкоатлеты, здесь готовилась советская сборная штангиста, здесь даже проходила репетиция открытия Олимпиады 80-го года. С нулевых годов стадион оставался заброшенным и в какой-то момент над ним нависла даже угроза, что территорию хотели застроить то ли торговым центром, то ли жильем. Мы вместе с активными жителями отстояли стадион и смогли его реконструировать. Зажил новой жизнью и центральный стадион в Одинцове. А судьбу легендарного здания Академии дзюдо глава держит на личном контроле. Парки округа – тоже прекрасная локация для занятий спортом и не только. В них кипит культурная жизнь – выставки, фестивали, шоу, спектакли. А в обустройстве дорогих сердцу мест жители небольших населенных пунктов сами принимают активное участие. Мы поставили памятник в дополнение «Никто не забыт и ничто не забыто». На этом памятнике высечены имена, которые прошли всю войну. Это легендарные люди, которые жили в нашем сфере. И они вернулись и восстанавливали народное хозяйство. И сегодня, когда мы проводим мероприятие, на это у нас теперь обелиск, можно сказать, целое это. Все это сделано нашими руками. За последние годы поток туристов в Одинцовский округ значительно вырос. И в этой сфере мы стали лидерами, завоевали ряд наград и премий. Наши фестивали привлекают ценителей культуры со всей страны. И проходят фестивали. Вот у нас в том году прошел фестиваль в Савинно-Старожевском монастыре. Прекрасные были мероприятия, спектакль был какой. В этом году прошел фестиваль шиховских музыкальных инструментов. Мы уже думали, что все утеряно совсем. Оказывается, и мастера есть, и надомники у нас еще сохранились. Возрождаются и становятся жемчужинами округа памятники истории. Один из них – Звенигородский манеж. Сегодня он превратился в интерактивный музей и стал символом возрождения города и еще одним культурным центром Одинцовского округа.